Друзья, у меня просто мурашки сейчас! Офигеть! Угадай, кто вернулся, клоуны! Лансер! Хоба! Всем здарова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы наконец-то поиграем во вторую главу Дельтаруна. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита! Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Просто максимально поддержите выпуск. Ребята, времени сейчас 3 часа 17 минут. Я ради такого встал, конечно же, пораньше. Игрушка совершенно бесплатная. И, блин, ребята, но она, к сожалению, на английском языке. Я изучал французский. Но у меня здесь есть переводчик, и, в принципе, два варианта у нас тут событий. Либо, первое, ты будешь испытывать настоящий, натуральный такой кринж, либо вот второе будешь ржать прям в голосину. Ну, посмотрим, посмотрим, что из этого получится. Вроде как обещают скоро выпустить русификатор, но это и понятно. Но когда это будет? Так, давай смотреть, в принципе, глава... Выбор главы. Погоди, погоди. Что? Семь глав? Друзья, простите, но... Мои внуки-то хоть увидят? Финал. Не, ну если так каждая глава будет выходить по 3 года, то... Ну... Начинаем, друзья. Нет, нет. Конечно, да! Вперед, друзья. Блин, мне очень не терпится. Дельтарун. Вторая глава. Так, в принципе, у меня здесь будет... Оооо, ребята, смотрите, у нас тут, если что... Так, смотрите, это первое, первое, ребятки. На хорошую концовку. Второе, как ты видишь, зло. В принципе, так. Файл not found. Хорошо. Выбираем. Да. Сначала мы с тобой пройдем на хорошую концовку. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Мне, друзья, тут надо прям... У меня тут устройство такое. Ты просто бы офигел, честно тебе сказать. Крис, дорогой... Подожди. Блин, какой хороший переводчик. Это нож? Нет. В общем, первая глава закончилась на том, что... То, что чара, чара возродилась в нас. И это очень жутко. Крис, ты съел весь пирог? Это твой нож в этой пустой тарелке, не так ли? Офигеть. А, он типа съел пирог, прикинь. Ох, Крис. Мне придется запирать духовку снова? В смысле? Вот прожор это какой! Ну, тогда поскорей вылезай из постели, пришло время идти в школу. В общем, я буду то сюда, то и туда. У меня тут просто мониторчик как раз. Ну, вперед, ребята. Задело, блин, это так потрясающе. Мне вот интересно. Раз семь глав, то неужели где-то на часик? Так, ребята, это глава. Мы столько ждали с тобой. Блин, как-то мне не по себе на самом деле, друзья. Но, блин, семь глав, ты представляешь просто. Так, давай побродим, посмотрим. В ящике стола твоего брата есть пять долларов. Взять их? Берю. Почему бы и нет? Отлично. А тут что у нас? Даже после такой долгой ночи, рассвет такой же, как и всегда. Да, друзья. Так, давай смотреть. Также, друзья, конечно, мне помогает чаек. Вот у меня заряжен Фредди. Черным чаем. Вы уже достаточно приняли. Что насчет кровати? Под кроватью лежит старый картридж. Кат Петерс РПДЖИ. Кэти и Катти можно увидеть на нем. Был слабо написано потертой гелевой ручкой. Блин, это, получается, те кошки. А где же Бретти? Помнишь ее, блин, Сандер Тейл? Они же лучшими подружками были с Кэтти. Так, давай смотреть, что у нас дальше. Компьютер. На рабочем столе компьютера находится папка «Эпические игры». Это плохо нарисованный дизайн для игры. Кажется, последний босс — это существо с гигантскими радужными крыльями. Не похоже, что эта игра когда-либо видела дневной свет. Слушайте, ну это прямо жиза на самом деле. У меня вообще-то сейчас график вот чистая ночью. В три часа ночи записываю. Ну это капец. Так, давай еще посмотрим. Ящик для одежды. Твоя кровать. Блин, а зачем? Зачем? Зачем я поворачиваюсь? Это и так понятно. Блин. А вот эта клетка, ребята, напоминаю, что первая глава как раз закончилась, что в крисе чара прям пробудилась. Он нож достал и сердце вырвал рукой. И запер в этой клеточке. Что это за клетка такая? Это птичья клетка. Когда дверь закрыта, спасения нет. Ого. Ну вроде бы все, ребята. Это кактус. И много о нем нечего сказать. Это то, что они называют «ты». Дверь закрыта. Ага, она до сих пор закрыта. Может здесь что-то есть? Как рисовать драконов? Это то, что на дне ящика. Раскраска. Элитовый символ на обложке. Одета нескромно. Ну, будет, будет, ребята. Вот такие вот переводы. Эта книга твой брат никогда не вернется. Блин, просто жесть какая-то происходит. Но русификатор, я думаю, все-таки в скором времени выйдет. Но мы с тобой хотя бы что-то понимаем. И это круто. Нет времени читать книги. Просто в общих чертах. Пора, в принципе, нам, наверное, уже в школу, потому что мамка может всыпать нам. Будь здоров. На выступе души есть маленькая баночка шампуня с ароматом яблока. Размером с галлон. Контейнер с шампунем для домашних животных. Ай, Турька. Это туалет. Смыть это. Давай смоем. Мы же, друзья, если что, на хорошей стороне сейчас, поэтому смываем обязательно. Еще не время мыть твои руки. Ну да, че их часто-то мыть? Правильно. Это фото на твоем холодильнике. Это ты, твоя мама и твой брат. Так. Формочки для печенья для пряников. Монстры и пряничные люди. Здесь застряло немного белого меха. Блин, вот эти вот отсылки просто замечательные. Так, смотрим все. Это мусорная корзина. Каким-то образом ее цветочный аромат увеличился. Окей, так перевел переводчик. Я надеюсь, это потому что мы на хорошей стороне, друзья. Поэтому запах хороший. Если бы мы по плохой, за зло пошли бы, конечно же, воняло. Так, кое-чем другим. Это стационарный телефон. Но у тебя уже есть сотовый телефон. Это чайриэль. Возлюбленное кресло в гостиной. Ну, типа, ты риэль, чайриэль. Ну, вообще, это переводится как стул, получается. Стульель. Капец. Так, ну и телевизор еще, конечно. Это телевизор. Похоже, что он включен, но он такой пыльный. Короче, не смотрим мы телек. Так, ну что, пойдем? Блин, наконец-то, друзья, наконец-то. Сейчас музычка такая заиграет. Ну-ка. Нет? Мы уже в классе? Крис, вот ты где. Даже Сьюзи появилась раньше тебя. Хе-хе. Да, это музыка. Но! Эй, Крис. Блин, ну вы понимаете, ребята? Вот я прошу прощения. Текста будет много. Я, скорее всего, буду вот эти вот затупы вырезать, как я долго перевожу. Ну, не сразу, не моментально переводчик переводит. И будет, может, обрывками все это. Но ты, пожалуйста, извини. Если бы я знал, что ты так опоздаешь, я бы опоздал еще больше. Ха-ха-ха. Нифига себе. Сьюзи, пожалуйста, не бей свой стол. Это школьная принадлежность. Обращайся с ней так же, как... ...с людьми. Хорошо. Блин, что ты переводишь? В следующий раз я буду целиться в жизненно важные органы. Ха-ха-ха. Капец. Эй, это не то, что я имел в виду. В любом случае, доброе утро, класс. Нам еще много чего предстоит сегодня сделать. Во-первых, мы начинаем чтение со странички 142. Кто-нибудь... Кто-нибудь хочет выйти? Есть добровольцы. Как-то вот так вот переводится. Я... Я думаю, что я смогу прочитать. Ах, беспокойтесь, нет, Мэль. Ха-ха-ха, что? Нифига, он на парту встал, ты шо? Ты шо делаешь? Я отважно возьму этот удар на себя. Ха-ха-ха. Окей, давай. Нифига себе он какой. Ммм... Все в порядке. Может, все-таки я? Аммм... Страница 142. Это было лучшее время. Это было худшее время. Времена довольно хорошие. Времена довольно плохие. Как его жмыхнуло, просто посмотри. Смутные времена. Так себе времена. Это капец. Ха-ха-ха. Слушай, это твои глаза автоматически закрылись. Ну да, мы еще не выспались вообще-то, ребята. Ну, самое интересное, в принципе, переводчик нормально переводит. Ну, блин, вот под конец уже становится даже смешно. Так, ну давай. А почему я один остался? Это что такое? Удачного дня каждому. И, пожалуйста, запомните, что у вас есть проекты групповые. О, Крис, ты в порядке? Тут я даже могу без переводчика. Боже, браво! Друзья, аплодисменты. Все ушли, а ты заснул, да? Ну, не переживай. Я не собираюсь быть сумасшедшей. Просто беспокойной. Обычно ты спишь в самом начале. Удачи. Удачи и хорошего отдыха сегодня, окей? Окей. Нормально, слушайте. Да каждому такую училку, чтобы нормально к тебе там сказал. Ну, поспал, ну нормально. А то бывает, как подойдет, да еще и это, наорет. Похоже на мотивационные цитаты из различной литературы. Старайся изо всех сил, астральный волк, даже в тот самый темный час. Это, кажется, из видеоигры. Ну, кстати, неплохо. Крис, вся эта вещь с твоим партнером. Ты же не потерял сон из-за этого. Так, смотрите, друзья. Я потерял сон из-за того, что Сьюзи стала моим партнером. И вообще-то я стал... На самом деле, качество моего сна улучшилось. Ну, друзья, мы по хорошей, как бы, концовке идем. Поэтому, конечно же, мы выбираем хорошее. Крис, я так полагаю, это хорошо, да? Так что, может быть, вы были бы просто снова засиживаясь и допоздна разговариваясь со Зриэлем онлайн? А, подожди, ты же не можешь этого сделать, верно? Я надеюсь, скоро интернет пофиксят. Я не хочу возвращаться в мою первобытную форму. Да, друзья, как бы интернет это... Как бы без интернета жили, не представляю. Обновленные обои для рабочего стола. Герои, обнимающие бафы, теперь отредактированы так, что они находятся на расстоянии 4 дюймов друг от друга. На школьных танцах идет диалог о правильном дистанцировании. Да, перевод такой нормальный, ребята. Вы задаетесь вопросом, имела ли ваша мать какое-то влияние на это изменение? Вы проверили время. Кажется, еще не время для класса. Ладно, друзья, выходим... А, Сьюзи! Так, и мне, кстати, вообще очень нравится, друзья, как бы ее обновление. То есть она крута теперь, очень клево. Выглядит? Ну, только посмотрите на это. Это же школьный зомби. Ты спал, как убитый. Ха, в чем дело? У тебя были проблемы, чтобы просто поспать этой ночью? Ха. У меня тоже Крис! Блин, у меня аж мурашки, ребята, от такого. Посмотрите, как она... Как я могла после этого заснуть? Я просто ждала этого дня, кажется, годы. Ха-ха-ха-ха. Ты понимаешь, как бы весь прикол? Действительно, сколько прошло с момента выхода первой главы Дельтаруна? А, друзья, действительно? Неужели все это действительно происходит? Лансер, Ральзей, каждый, они же... Смотри. Тебе было интересно то же самое, верно? Погнали уже! Офигеть, реально погнали! Ребята, блин, я уже не дождусь! Хорошо, Крис, это оно, момент истины. Все, чего мы так ждали, находится за этой дверью. Ну, там, про дверь не было ни слова, но как бы... Как бы ты понял смысл. Если мы откроем это, и внутри ничего не окажется... Мы будем еще... К черту все это! Давай просто откроем! Она, наверное, хотела сказать, что мы же будем еще друзьями. Э-э-э-э, Сьюзи? А, да? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот это моментик! Наэль, привет. Что? Что, черт возьми, ты здесь делаешь? Э-э-э, извини, пожалуйста, за беспокойство, но я... Ну, и я просто... Бердли и я как бы собирались в библиотеку... Сделать несколько поисков для наших групповых проектов, и... Если все в порядке, то ты, может быть, хочешь присоединиться? Ребята, вы... О, Крис, ты тоже можешь присоединиться, блин! Ребята, вот я хочу вам сказать то, что мы... Был такой выбор в первой главе, мы могли с Наэль поговорить и сказать, что Сьюзи хорошая, что действительно можно с ней дружить, она классная. И если этот выбор сейчас реально сработал, это просто супер. Но там можно было, кстати, выбрать, что Сьюзи отстой, или вообще держись от нее подальше. Так что, ребята, это просто офигенно! Мы на хорошую концовку движемся потихонечку. Крис, помоги мне! Что мне сказать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я чё-то не понял, что это вообще за выборы такие! В общем, тусоваться в одиночестве в шкафу... То есть мы как бы там будем или преступление? Ну давай попробуем преступление, что за... Ты, должно быть, знаешь, что я совершаю преступление. Я просто собираюсь совершить парочку преступлений и пойти в тюрьму. Навсегда. Ха-ха-ха! Это отстой! Эм... 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 Это звучит просто... Веселитесь вы двое, я, если что, буду в библиотеке. Крис, если что, ты мог бы ее привезти попозже. Это много значит для меня. На самом деле, подождите, подождите секунду. Сьюзи, у меня есть кое-что для тебя. Окей, хорошо, увидимся. Хо-хо-хо-хо! Ничего себе, она хочет реально с ней тусоваться. Блин, это круто, друзья. Посмотрите, посмотрите просто на нее. Офигеть. Это... Ланчбокс? Полный мёда. Она обожает мел. Откуда... Откуда она знает, что она обожает мел? Посмотрите на эти глаза такие... Подозрительные, как бы. У нее все время был этот мел? И она не отдала его Альфис? Что за черт, Крис? Ладно, вот, держи. Вы получили мел. Окей. Подожди, Крис. Что это? Что это, черт возьми, было? С чего бы, Наэль, спрашивать обо мне? Делать домашнее задание с ней? Окей, а... Переводчик говорит... Сильно желаешь смерти? Она хочет потерпеть неудачу? Подожди секунду. Подожди секунду. Крис, ты заметил, какой она была? И она покраснела, когда отдала вещи? Крис, ты не думаешь, что она... Она знает наш секрет личности? Она знает наш личный секрет? Ты знаешь, это... Темный мир. Черт возьми. Мы должны продолжать держать это в секрете, Крис. Это наша фишка. Ты шаришь? Действительно, как бы, блин. Если сейчас она узнает, еще кто-нибудь... Это капец, блин. Толпа соберется. В любом случае, хватит ждать. Все готово, верно? Погнали. Офигеть. Блин, ребята, у меня мурашки, у меня мурашки. Да, это получилось. А прикинь, если бы действительно так. Все, мы идем, как ни в чем не бывало. Блин, блин, как там лансер повыше... Эй, Крис, ты действительно собираешь ходить так медленно везде? Я знаю, что ты вроде как принимаешь это, но ты можешь же бежать, понимаешь? Вам напомнили, что можно бегать. Хорошо, спасибо огромное. Все, вот так вот. Все, мы быстро бегаем. Спасибо. Ральзей, ну-ка, шоу у нас тут как? Вот мы и пришли. Крис, Сьюзи, это было так давно. Да, да, целый день. О, то есть так коротко, да? Просто дело в том, что у меня никогда не было друзей. А я сначала, знаешь, подумал, как будто в шкафу быстрее намного движется время. Проходит, там, прикинь, целый год прошел уже, к примеру. А у нас это один день. Так что я тоже никогда не ждал так долго, чтобы увидеть вас снова. Ладно, думаю, мы постараемся не дать тебе умереть от одиночества. Держу пари, что лансер хочет нас тоже увидеть, верно? Эй, подожди секунду. Где лансер? Где лансер? Где он? Где вообще все? Не волнуйся, Сьюзи, ты увидишь их через мгновение. А прикинь, злодей? Ральзей, блин. Я просто буду в шоке. Просто подожди здесь, хорошо? Окей. Лучше бы это не была бы какая-то шутка или что-то в этом роде. Крис, могу я тебя спросить? Мне нужно, чтобы ты вернулся в светлый мир. Идите в старую классную комнату к востоку от дверей шкафа. Стоп, погоди, это комната... Точнее, кластериэль или чего? Внутри соберите все, что на земле. И принеси его обратно сюда. Не могли бы вы? Не могли бы вы? Ну, окей, ладно. Друзья, ну это... Так, давайте первым делом сохранимся. Наконец-то, ребята. Блин, интересно, что там в замке? Ребята, что там? Вы смотрите на замок, который увидели впервые вчера. Вы наполнены силой ностальгии. Так, нифига себе время-то уже прошло, друзья. Вот, блин, и переводим. Смотри, сколько времени. Вот это да. Ладно, мы сохранились, а могу... Черт возьми, что ты делаешь? Ты собираешься съесть торт без меня? А, Ральзи же нам как бы обещал. Ральзи и Ральзи. Ну, я его люблю так называть, друзья. Так, ну-ка, погоди-ка. Итак, Ральзи, ты не собираешься надеть свою шляпу обратно? Зачем? Я что, раньше выглядел симпатичней? Эм, нет, я просто имел в виду... Ты... Ты думаешь, что я сейчас выгляжу симпатичней? Просто было приятнее тебя видеть меньше. Ну, так вот, переводит. Ты заставляешь меня краснеть. Так, окей, ну да, он чуть-чуть вырос, если это имеется в виду, потому что переводчик может и... Ты понимаешь, да, как переводит, блин? Крис, иди в старый класс и принеси мне все сюда. Это то место, где вы вернули светлый мир последний раз. Направляйся на восток и выйди из темного мира. Так, погоди, а мы можем сюда? Ну, дверь закрыта. Ну, блин. Погоди, а как же нам тогда... В смысле, мы одни сейчас? Сьюзи не пойдет с нами? Так это же далеко идти-то по факту, ребятки. Обломки на земле, похоже, были посыпаны пылью и отполированы. Кто-то здесь действительно заботится о деталях. Слушай, может реально Ральзи как бы... А, вот. Вот, друзья, можно, в принципе, выйти быстренько так, смотри-ка. Но я хочу посмотреть, что у нас здесь. А, тренировочный манекен. Никто не смотрит. А, типа обнимашки, давай. Давай, 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 давай. Нет ничего плохого в небольшой дополнительной пушистости вашей жизни. Ха-ха-ха, блин, это прикольно, друзья. Вы все обнимаетесь. И обнимаетесь, и обнимаетесь. Не, ну я понимаю то, что когда мы за зло будем играть, а мы обязательно с тобой еще и за зло поиграем, это сто процентов. И я думаю, здесь концовка тоже будет отличаться. Выглядит закрытой. Возможно, она никогда не откроется вновь. А что произошло-то? Я не понимаю, ребят. Мне как-то даже не по себе, если честно. Ну, пойдем вернемся. Посмотрим, что же там нас ждет. Ох. Возносимся! Все, мы вернулись. Вот так вот спокойненько. Я так понимаю... Ты собрал весь хлам с пола. Стоп! Секунду, это и есть все монстры? И превратил его в гигантский пыльный мяч. Друзья, ну это офигенно. Дверь закрыта. Ну, мы, я думаю, скоро узнаем, что да как. Тут вообще все устроено. Так, ну-ка, что ты тут мне переведешь? Умудрился все запихнуть в шкаф. Даже ковер. Ага. Ну ладно, возвращаемся, ребятки. Круто. Так. Эй, Крис. Ну где же все? Офигеть, друзья. У меня просто мурашки сейчас. Офигеть. Угадай, кто вернулся. Клоуны! Лансер. Эй, Крис, я не знаю, что ты сделал, но черт возьми. Все здесь. Но... Что случилось с замком Лансера? Все пропало! Пропало? Правильно, когда Крис запечатал фонтан, этот темный мир исчез. И снова превратился в нормальный класс. А... Так где же сейчас Лансер будет жить? Не переживай, Сьюзи! Мы же воюем в замок Ральзея! Блин, это так круто, ребята! Крис, когда ты принес тьму, обитатели мира возвращаются. Сила нашего фонтана будет преображать этот город все больше и больше. Отныне врагов мы щадим. Так мы всегда их щадили. Так-то, друзья. Все они будут жить в нашем городе. Так что давай... Ха-ха-ха! Блин, вот переводчик вообще хорошо переводит. Так что давайте продолжим экономить враги! Ясно! В общем, щадить врагов надо нам. И дальше. В любом случае, почему бы нам всем не осмотреть вокруг? Мы можем отправиться на север по направлению к замку. У меня есть особый сюрприз, чтобы вам показать. Ха-ха-ха! Нет, если я сначала удивлюсь прежде. Последнее из них это свежее ароматное яйцо? Так, погоди. То есть... А, но он имел в виду, друзья, то, что он хочет сам быстренько посмотреть вообще на этот сюрприз. Ну, понятно. Давай же, Крис. Ты хочешь, чтобы он победил нас? Так. Блин! Это круто, друзья! Так, сейчас погодите, погодите. Надо здесь обязательно походить нам. А, кстати, а если мы... Ну-ка, сюда вот сходим. О, тут тоже, кстати, кто-то есть. О, это действительно замечательный город! Спасибо вам! Так, почему же я здесь... Одна? Немного саморефлексии, я полагаю. Я понимаю, что я раньше была настоящей трусихой. Хотя, кстати, он может быть. Но, ладно, представим, что это девушка, окей. Девушка-монстр. Так что я хотела сказать... Хорошо? Да, я все еще такая. Мои карты. Я не могу справиться с социумом. На данный момент я буду жить на вершине этого утеса. Когда я буду готова встретиться с обществом снова, я вернусь. Спасибо. Спасибо вам за мой замечательный дом. Я не буду им пользоваться. Ну, пожалуйста, блин. Так, ну это, в принципе, мы уже читали, что кто-то заботится. Ну, теперь это новенький дом, видимо, для нее. Все, хорошо. Так. Ага. Крис, у меня есть кое-что, чтобы показать тебе в замке. Опа. Опа-опа-опа, друзья, смотрите. А ну-ка давай-ка вот сюда еще сходим. Так, понятно, он никак не комментирует. Мне нравится быть таким. Не говорите никому. Смотри, как он трансформировался. Блин, прикольно, ребята. Так, подойдем сюда. Без деревьев я должен получать питательные вещества. Я кушаю одежду. Таков путь червя. Ага, повторяется все. Ну, ладно, хорошо. Он манекен сейчас сожрет. Мистер светский человек ушел, не так ли? Это вот как раз он и был. Я думаю, я знал, что так случится. В этом нет твоей вины. Он вернется в один из денечков. Ладно, хорошо, я вас понял, друзья. Блин. Друзья, на самом деле уже времени 5 утра. Блин, я капец вообще длинную серию записал, но я же долго все это как бы перевожу. И я вообще не устал. 5 утра прям вообще. Вот эта игра, она прям конфетка. Просто конфетка, ребята, как мне нравится. Сейчас мы с тобой все это осмотрим и в принципе сохранимся. И я думаю, можно заканчивать. Благодаря вам, командир, мы были освобождены. Я объявляю сегодня национальный день бутербродов с ветчиной. Окей. Так, а я могу, кстати, подойти к этому? Кстати, мы инвентарь вообще не проверяли. Ребят, давайте посмотрим. Смотри-ка, реально здесь что-то осталось, это меня радует. А с кем мы вообще сражаться будем, если вроде как у нас все друзья? Хм, это хороший вопрос, дружище. Этот парень всегда выглядит так, как будто он наслаждается жизнью больше, чем мы. Может быть, потому что у него больше левел? Ну да, он как-то выглядит так еще. Так, ну-ка. Серьезно? Хм, боже мой. Ого, приветствую в браток Таун. Город братков. Хм, по крайней мере, я слышал, что он зовется так. Хм, фига тут у нас, а? Смотри-ка, что у нас тут? Вау, наш дом это доджо. Заставляет меня хотеть драться, мы не можем пойти спать. Погоди, здесь можно подраться или что это такое? Это кроватка для троих, понятно. Персон, скажем так. То есть вы тут спите, но... Я бэтл-мастер, спросите меня про батлы. Так, хитбокс. Ну-ка, давай-ка вот так вот спросим. Ого. Прицеливайтесь прямо, старайтесь двигаться медленно. Они нацелены туда, где вы были, а не туда, куда вы идете. Ага. Воспользуйтесь преимуществом и двигайтесь шаг за шагом. Вы получите ТП, но вас не ударят. Ага, интересненько. Наконец-то доджо для людей нормальной формы. Я буду тренироваться для турнира. Блин, это так прикольно. Эй, босс, босс. Я рад тебя видеть. Я так рад, что у меня такой хороший босс. Я готов прослезиться. Но я не буду. Я на работе. Я буду плакать дома с детьми. Ха-ха-ха. Босс, ты сильный, но всегда есть время поучиться. Следующий шаг после туториалов – это обучение. Итак, мы с мальчиками собрали для тебя доджо. Выполняй наши боевые задания и получай крутые призы. Что-то на развод какой-то напоминает. Тем временем ты сможешь быть намного круче. Жёстче. Мы сделаем тебя самым сильным, босс. Так, ну, в принципе, давай. Челлендж. О, и тут приз есть. Блин, круто, ребята. Сто долларов. Сбережение джо за всю жизнь. Ну, давай попробуем. Челлендж, да? Босс! Вы можете действовать и щадить в один ход. Ну, это мы, кстати, знаем, ребята. Меня ещё братишки в комментариях научили. Ага. Если вы знаете поступок риса, проявите к врагу 100% милосердия. Угу. Можно с Юзи или Ральзи. Хорошо. То есть, смотри. Нам нужно как-то HP. Давай попробуем. И тут мы можем, в принципе... Магия. Нет, такое не надо нам. Ну и давай его пощадим. Так. Ты побрил лобзик джо. Звучит как-то не очень. Что это значит? Так. С Юзи щадит джо. О, босс, ты щадишь меня? Всё. Всё, друзья. Подожди секунду. Я ещё должен кое-что рассказать. Босс. То же самое происходит с усталым врагом. Если он устал. Так, ну хорошо. Вы можете то же самое сделать, если он устал. Использую Ральзи прямо сейчас. Джиксо Джо выглядит так, будто ему не помешала бы сказка на ночь. Ладно. Хорошо. Сейчас мы попробуем слиппи-стори. Давай попробуем рассказать ему. Всё, ищи Дим. С Юзи рассказала сказку на ночь о том, как она их побила. Враг устал. О, что? Ральзи не может быть... Надо было магию использовать. Точно, точно, точно. Я прошу прощения. Неправильно, неправильно понял. Джиксо Джо попил кофе. Он перестал быть усталым. Босс, ты усыпляешь меня. Я имею в виду, что это не так. Заставь меня устать и успокой меня, босс. Окей, ладно. Сейчас всё будет. Блин. Так. Магия. Вот магия. Ребят, извините. Забыл. Забыл про это. Ты сделал это, босс! Если вам удастся сразу же пощадить врагов, сражения будут происходить намного быстрее. Круто. Это был потрясающий бой. И, конечно же, ваша награда. Один доллар. Все накопления Джо. Шикарно. Просто шикарно. Но мы сюда ещё обязательно вернёмся, друзья. Хе-хе-хе. Похоже, борьба не входила в наши планы. К счастью для тебя. Просто надеюсь, что не встретишься с моими друзьями. Нифига себе. Так, ну вроде тут мы поговорили со всеми, да? Да, каждый день тут мы не можем поспать, окей. Слушай, это так круто. Так, а кому мы ещё там не ходили? Тут есть у нас... О-о-о-о! Приветствую, путешественники! Да? Ты как там? Да, добро пожаловать, путешественники! Всё, я даже английский начал понимать! Боже мой! Офигеть! Что мы можем купить? Бургер можем? Карту? Ну, это... Не-не, это нам не нужно. Это всё нам пока не нужно. Значит, можно поговорить. Итак, мы сейчас здесь, в новом мире. И сразу же после победы над этим клоуном. Невероятно. Да, друзья, мы, кстати, его победили. О-о-о! Погоди, стой! Подожди! Нет-нет-нет, это прохождение будет хорошим, но я только сейчас понял, что мне, наверное, придётся перепроходить второе злое прохождение, потому что там я, ребята... Блин, я же не победил клоуна! Да... Да? Что это такое? Похоже, он тебе что-то дал. Да, правда. Вы не должны были это заметить. Это кристалл, и он почти невидим, но ты держал его всё это время? Вот, я заберу его у тебя из рук. И оценю. Вот так, Джавел, офигеть! Нифига себе! Невероятно! Подумать только, у него был призрачный кристалл? Теневые кристаллы, они так зовутся, потому что вы можете видеть лишь только тень. Назовите это предчувствием, но у меня есть такое чувство, что вы сможете найти ещё. Конечно, если вы сможете продолжать побеждать таких же противников, как он, ну, в сильных имеется в виду. Если вы сможете собрать ещё больше теневых кристаллов, приносить их сюда. Я уверен, что смогу сшить для тебя что-нибудь невероятное. Блин, интересно, что? Ребята! Ой, просто захватывает. Увидимся снова или нет? Увидимся, увидимся, что ты там говоришь такое? Так, Бобёр, ну-ка, иди-ка сюда. Бау-бау! Ладно. Так, кафе у нас тут есть. Ой, ты маленький рэбик. Для нас здесь всё начинается с чистого листа. А, шу-кири. Ну, не обязательно было ругаться-то, между прочим. Под конец. Ля. Он открыл кафе. Он открыл кафе. Ты представляешь себе? Офигеть! Мамма-миба! Я хотел управлять пекарней, но... Кто-то уже готов работать. Вот так. Кафе, в котором подают выпечку. Какой позор! Что за угнезительная вещь? Что будет дальше? А, проверить новобранцев? Погоди, это что такое? Это... В смысле проверить? Глава первая? Левел? Секунду, в смысле? Каких новобранцев? Это, типа, просто... Кого мы побеждали, как бы? Или чего? Ну-ка. А, говорят... Сейчас, секунду, 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 друзья. Говорят, он чей-то лучший друг, но, может быть, и нет. Сияй, ты, ленивый. Даймонд. Блин, это прикольно. Любит блестящие вещи, не любит усилия. Атака 4. Ну, то есть, это чисто вот мы можем... Говорят, так. То есть, здесь мы сможем о врагах всю информацию получить. Офигеть. Хатти. Сердце с большим сердцем. Окей. Способны поддержки другую с помощью... Как блеск для губ. Не нравится. Драма. Не любит драма. Что она любит? Спать. Простой организм, который занимает одну клетку за раз. Нравится спать. Не нравится двигать задом. Звучит-то как... Рэбик. Настоящий пыльный кролик. Известен тем, что играет грязно, но любит играть чисто. Любит пыльные места, не любит вакуум. Боксер. Боец, меняющий форму. Я думаю, что блокирование не является его сильной стороной. Любит кросс-тренинги, не любит официальную обувь. А он плачет слезами радости от того, что вы его босс. Любит вписываться, не любит неприязнь к топору. Ты понимаешь, почему неприязнь? Потому что Сьюзи их всех нафиг колотила топором. Так, идем дальше. Сейчас, секунду. Рудин Рейнджер, одержимый шоу Рейнджеров, дает всем понять, что это лучше, чем Рудин. Например, любит разбудить, не нравится шоу, записывающее на пленку. Ладно. Так, ну, хорошо. А, вот и последнее, да. Да, да, да. Сейчас, секунду. У тебя сильнее Хэйти, похоже, имеет меньше друзей. Нравится тишина и покой, не нравится быть одной. А что значит место? Вот что это значит? А, мы вот как можем, друзья. Вау. Блин, это так прикольно, друзья. Хм, мне нравится. Блин, прикольно. Вот, пусть они напротив будут. А вниз нельзя? А, во. Все, смотри, как прикольно сделали мы с тобой. Друзья мои, добро пожаловать в пекарню. Я бы хотел... Так, ничего, приз. Ну-ка, давай. Мамма-миба, ты вернул мне тортик. Ух ты, я никогда не забуду твои доброта. Каждый день я буду дарить тебе головокружительные ароматы. Каждый день. С каждым днем ароматы будут все сильнее и сильнее. Ты что, типа, что ароматы? Какие кружения? Типа, ты будешь кружиться и вонять? Не понял. В этом сила рук бейкера. У тебя есть пряник. Вы получили пряник. Короче, я понял, что это такое. Нам уже давали такую штучку. То есть, а сколько сейчас она будет лечить? 140! Нормально, хорош. Слушай. Так. Ну, хорошо. В принципе, друзья... Там автомат, кстати, есть. Может, к нему подойти? А, он сломан. Но когда-нибудь он... Понятно. Понятненько. Мы с тобой в кафе зашли. Вот к этому подойдем сейчас. Ах, ты пересадил нас в свой замок. И действительно, это волшебный город замков. Это искусство. Хм, но чего-то не хватает. Это чувствуется. Могли бы вы, ребята, возможно, принести злоуправителя или что-то в этом роде? В смысле, злоуправителя. А, кстати, а что с ним случилось? Где он? Да, действительно, его как бы и не хватает. А куда его унесли, интересно? Так. Похоже, Хэти нравится это место. Она надеется, что вам это тоже понравится. Ну, конечно, конечно. Так. Ну, по-моему, это... Вансер тут? Погоди, он же был там. Он здесь и там, что? Здорово. Ну и ну, добро пожаловать в топ-бейкере. Я кузнец этой пекарни. Я не знаю, для чего предназначены эти странные инструменты здесь. Но я использую свои навыки. Я могу сплавлять предметы, чтобы создавать новые. Опа. Погоди-ка. Это интересно. Можно починить, кстати. Болтать. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем. Офигеть, ребята, это круто. Мы с тобой, получается, здесь можем крафтить. Нам нужно два дарк-бургера. Тогда мы получим двойной бургер. Два укуса. Офигеть, это очень круто. Так. Ну-ка, погоди, погоди. Переводим, переводим. Блин, это очень круто, ребята. И я обладаю квадратным шармом, который увеличивается в вложенные деньги на 5%. Две ленточки. Тебе придется заплести волосы в косички. Вау. Черный браслет, покрытый шипами, имеет тенденцию замыкаться в себе. Что еще у нас есть? Получите на 10% больше напряжения от разрушающих пуль. Блин, а что это за предметы такие? Погоди, что это за кристалл? Чистый кристалл есть. Странный клинок. Ну, такой нам клинок, конечно, не нужен, потому что мы по-хорошему все-таки пути идем. Поэтому, друзья. Так, а что еще можно? Ну-ка, топ-бейкери. Поговорить, починить. Я могу починить и вас, и ваше оружие. Ха-ха. Узрите мою технику. Блин, это так прикольно, ребята. В общем, каким-то образом HP восстановились. Вы сейчас чувствуете намного лучше. Так, а погоди. А что, поболтать? Как с ним? Хлеб? Что это за техника, о которой вы говорите? Хо-хо, я шеф-ланцер. Попробуйте мои вкусные печеньки. А-а-а, помнишь, он же продавал, ребята. Какова цена? А? Ноль долларов. Они бесплатные? Да, берем. Теперь я объявляю вас печенье и жена. Офигеть. Лансер дал вам. Блин, это так круто, друзья. Ладно, на этом мы, друзья, заканчиваем. Мы вроде как... Да-да, мы тут были, здесь мы поговорили, сюда сходили, туда-сюда. Все, по факту мы должны сохраниться, друзья. И закончить серию. И закончить серию. Надеюсь, она вам понравилась. И, конечно, друзья, сегодня... Так, погоди, погоди, погоди. Да, мы можем... Офигеть, я столько записывал. Капец, я перевожу долго. Но, ребят, как бы... А, погоди, а тут книга, что там? Это мануал. А, нет, нет. Мы это уже все изучили, друзья. Мы уже все знаем. Так что, ничего страшного. Ребят, обязательно поддержите лайком. Для вас я постараюсь. И я сегодня дойду до концовки. Сегодня. Именно сегодня. То есть, я не знаю, я, может, через часа два дропну следующую серию. Но сегодня будет обязательно концовка. На этом все. Пока что. Пока что. Через два часа или даже, может, через час. Я точно не знаю. Увидимся. Бай-бай, дорогой братишка. Субтитры сделал DimaTorzok